Хочу, чтобы в доме можно было походить, и будем переводить вас. Я не буду до сих пор. Кожа после выделки пахнет неприятно. Нужно было ее парфюмировать. И начинают извлекать эссенции из розы, из лаваны. И появляется новая профессия – перчаточник-парфюмер. И вот почему Марка носит имя известного французского художника. Потому что отец его был мастер-перчаточник-парфюмер при дворе короля. И еще потому, что он родился в столице парфюмерии в городе Грассе. Ну а еще до этого в античной Греции замечают, что ноты животного происхождения, в частности, гланды, бобра, имеют запах очень сильный животный. Если нанести этот запах на тело, держится он несколько дней, его ничем не смыть. А если добавить в него еще и розу, лаванду, то и роза, лаванду будет держаться так же долго. То есть находят третью ноту – ноту-фиксатор в духах. Сегодня запрещено убивать бобров, чтобы извлечь их гланды, благодаря которым они смазывают свою шкурку, чтобы шкурка не пропускала воду. Поэтому касториум, так называется этот элемент, сегодня синтетический. Такая же история и с африканской кошкой – сивет. Половые железы этого животного использовались в парфюмерии. Сегодня запрещено убивать африканских кошек, поэтому сивет сегодня синтетический. А вот мускус можно найти еще натуральный, потому что мускус добывают из желез гималайского козла, живущего в Тибете. Можно сделать небольшую операцию и снять этот мускус, не убивая животное. А что такое амбра? А амбра – это вообще отрыжка кита, которая плавает на поверхности воды. Она окаменевает и выбрасывает на берег. Она собирают на пляже. Очень дорогой продукт используют в парфюмерии в натуральном виде – амбра. Но и также вы видите первоначальные элементы цветов, растений, косточек, специи, дерева. Все это подвергается различным методам производства массы. И самый основной метод – это горячая дистилляция. Вот такой аппарат, напоминающий нам всем самогонный аппарат, был изобретен еще древними арабами. Называется он алямбик. Сегодня аппарат усовершенствован, но метод остается точно таким же. Я расскажу про него после. Вы увидите большой алямбик впереди. Но этот метод хорош только для цветов, переносящих горячей температуры. А для нежных цветов, как жасмин, в начале 19 века был изобретен метод холодной мацерации – амфлораж. Вот вы здесь его видите. Я думаю, что все из вас читали книгу «Парфюмер» или видели фильм. Ну а вот кто нет, обязательно прочитайте. И напоминаю, что в этой книге парфюмер хочет извлечь запах молодой женщины. Он убивает этих женщин, а затем намазывает жиром. Жиром наполовину говяжьим, наполовину свиным. И действительно, жир имеет свойство впитывать запахи. Поэтому на стекло нанесен жир. И на этот жир вынесены цветочки белого жасмина. А затем оставляется на сутки герметично сложенные эти квадраты в погребах, защищенных от солнца. На следующий день старые цветочки снимаются, заменяются новыми. Процедура длится в течение месяца. В конце месяца жир насыщен, его взбалтываются спиртом, что позволяет перейти аромату в спирт и оставить жир. Но так как метод очень длительный и кропотливый, сегодня он оставлен и заменен на метод искусственных растворителей, таких как гексан. А также фраганат привозят со всего мира эссенции для своих духов. Франция производит только мимозу, розу, цветок апельсина и жасмин. Из Италии привозится самая дорогая эссенция ириса. Из Америки магнолия, кедр. Из Египта жасмин. Из Польши почки черной смородины, кора березы. То есть со всего мира привозятся эссенции хорошего качества. Ну а сейчас пройдем вперед и посмотрим коллекцию старинных флакончиков. Спасибо.